день добрый с вами смирнова ирина и сегодня мы разберемся каким же образом можно качественно записать презентацию созданную powerpoint как я писала свои статьи ссылку на статью вы увидите под этим видео первое что я сделала я создала вот эту вот заставочку для плейлиста которым я буду публиковать видео со всеми тонкостями трех инструментов очень важных инструментов для блогера это powerpoint contasia studio и fast on capture создала эту заставку давайте посмотрим как я ее сделала я ее сделала анимированный ведь у меня вот здесь вот с этой стороны значок есть анимированный я уже не буду вам показывать как это делается потому что это есть видео которое рассказывает каким образом делается анимация наша задача сегодня именно заснять и отредактировать вот этот самый кусочек презентации powerpoint который потом у меня будет заставкой для данного плейлиста давайте посмотрим как будет выглядеть эта заставка я перехожу вот на эту вкладочку показ слайда перехожу с текущего слайда так как он у меня анимированный этот слайд вы видите что здесь не все надписи есть я просто левой кнопкой мыши кликаю появляется первая запись второй раз кликаю появляется запись инструменты и третий раз кликаю появляется вот это вот полоска выхожу отсюда нажимая клавишу с это первое что я сделала я подготовила презентацию вторым шагом я открываю фантазия студия вот она меня уже открыто готова у меня все готово для записи для того чтобы записать презентацию я запускаю рекордер вот он у меня здесь появится кнопочкой запись у меня все настроено уже на этом мы сегодня не останавливаемся просто делаем запись запись у меня ведется обратите внимание полностью всего экрана и так нажимаем кнопочку запись камтазия студия предупреждает меня что вот сейчас запись началась я абсолютно не волнуюсь того что запись уже идет а у меня еще не открыты слайды я открываю слайд и провожу все что мне нужно причем я с задержкой это все делаю слайд заснят теперь появились вот эти вот буквы следующая надпись появилась инструменты и мне нужно чтобы еще пролетела вот эта вот беленькая полосочка я нажимаю f10 запись у меня закончилась и начинается пока с того что я записала посмотрите запись идет со звуком я абсолютно меня это не касается потому что я все потом поправлю сохраняем даю название заставка сохранить выхожу из powerpoint powerpoint мне больше не нужен заходим камтазию камтазии уже все загружено все сделано теперь давайте будем работать камтазии наша задача все отредактировать что я здесь должна сделать но первое я обычно сразу убираю вот это масштабирование она не нужная правой кнопкой мыши нажимаю и пишу удалите шкалы времени до удаляется следующее что я делаю посмотрите у меня здесь две дорожки звука первую дорожку звука вернее вторую дорожку звука я удаляю сразу удалите шкалы времени и посмотрите у меня есть еще запись моего голоса она но мне здесь совершенно не нужна эта запись поэтому я разделяю отделяю видео дорожку от дорожки записи звука нажимаю вот на эту кнопочку светящуюся у меня выплывает окно хотите навсегда отсоединить звуковую дорожку один от видео дорожки я пишу да они у меня отсоединились видите они теперь разные замочки рядом с ними стоят видите разные что я делаю я выделяю эту дорожку и удаляю ее из шкалы времени теперь моя задача следующая мне нужно перейти на начало той записи которая мне необходима не нужно удалить все что было в powerpoint вот самое начало что я делаю я просто тяну у бегунка за красное ухо правую сторону у меня обратите внимание в рабочей области тоже бежит бегунок вот он этот бегунок и я тащу его до тех пор пока у меня не появится именно вот эта картинка которая мне нужна вот она эта картинка вот эту всю часть я просто вырезаю нажимая вот на эту ножницу все теперь у меня то что я там разговаривала показывала рассказывал это все у меня убрано ничего здесь лишнего нет теперь обратите внимание на то что я пишу сейчас fastone capture потому что мне нужно показать как работает contasia studio и вот это вот показатель того что я пишу fastone capture contasia studio вот эту вот линию красную записала она естественно мне не нужна мне также не нужны вот эти вот белые линии что я делаю я выхожу в опцию zoom и редактирую экран то есть я вот так вот уменьшаю экран и здесь я уменьшаю экран вот таким образом то есть эта линия у меня уходит она немножко будет наверное не так как мне хотелось бы давайте посмотрим вот может быть я смогу ее вот так вот немножечко уменьшить чтобы она была полностью вся синенькая вот так честно посмотрим где у меня будут выскакивать буковки чтоб у меня они не пропали давайте я включу вот так вот запись и посмотрю как у меня будет смотреться буковки вы видите как долго еще до этих букв раз нормально здесь смотрится инструменты инструменты тоже нормально смотрится можно даже немножечко еще вот здесь вот убрать потому что черная полоса с этой стороны видно вот так все но даже еще там она вот так уж все здесь было ровненько синенько и так теперь смотрите вот это вот этот вот значок который у меня здесь получился он у меня начнется увеличение вернее чистый экран вот такой вот появится только тогда когда бегунок придет вот к этому масштабированию как на значку масштабирование видите вот я перевела сюда бегунок у меня здесь появилась черная полоса как только она доходит видите она становится на место поэтому мне важно этот бегунок перетащить в то место где у меня вот вот в это место вот посмотрите ведь все слова ушли я даже могу вот сейчас вот так вот вот на этом месте у меня стоит бегунок вот посмотрите вот масштабирование здесь будет нормально теперь смотрите вот эта вся часть которая у меня до слов она тоже пустая она тоже занимает достаточно много секунд вот сейчас данный момент у меня длина заставки 18 секунд это очень большая заставка она должна быть 10 секунд 8 секунд не больше что я делаю я эту часть тоже вырезаю она не нужна вот уже заставка стала 12 секунд но вот здесь немножечко давайте поправим так чтоб она была у нас нормально вот так вот все перима откорректировали полностью полностью ключевые кадры не могут быть наложены поверх друг на друга давайте мы сделаем так хотя ключевой кадр и сюда перетащу а вот этот кадр первый я его удаляю удалить а этот кадр ставлю на место вот теперь все нормально все чистенько все хорошо и так моя задача теперь следующее мне нужно вот сюда на эту запись наложить звук нельзя чтобы ну будет нехорошо если вся эта запись будет идти без звука поэтому у меня в библиотеке вот она библиотека меня библиотеке есть вот такая запись такой звук 3 вот послушайте видите такой вот я надеюсь он вам слышен но посмотрите длина записи это 10 секунд поэтому мне надо сделать так чтобы это было чуть чуть поменьше что я делаю бегунок я ставлю на начало беру вот эту запись и пишу добавить на звуковую дорожку причем на первую звуковую дорожку вот она встала на первую звуковую дорожку ведь моя запись видео запись длиннее чем запись звуковая давайте посмотрим как мы и что можем сделать ну во первых я бы сделала следующее я бы возникновение вот этих слов все для начинающего блогера я бы сделал буквально прямо в самом начале для того чтобы сделать довести вырезать вот этот кусок до самого начала то есть сразу чтобы это возникало чтобы уменьшить вот эту видеозапись что я делаю я чтобы не повредить звуковую запись я ее закрываю на замочек вот здесь с левой стороны замок я его заблокировал теперь я опять тяну правое ухо ага значит у меня практически стоит на начале здесь уже обрезать ничего нельзя хорошо тогда давайте посмотрим так если я сейчас попробую включить но в принципе совпадает нормально а вот с инструментом совпадает не очень хорошо давайте мы попробуем посмотреть еще раз где возникает инструмент слова они запаздывают поэтому мы делаем таким образом я вот сюда перетаскиваю уши и чуть-чуть вот эту вот часть я чуть-чуть вырезаю вырезается у меня только часть видео записи но не звуковая потому что звук у меня закрыт ножницами срезаем укоротилась видеозапись давайте посмотрим что получилось вот как раз инструменты совпали а вот полоса проскочила намного раньше давайте мы чуть-чуть еще и уменьшим посмотрим где у нас полоса вот она полоса начинается значит вот здесь вот где-то чуть-чуть немножечко урежем вот этот кусочек вот так не переживайте что вы где-то неправильно урежете потому что мы можем вот этим значком вернуть обратно из поправить то что мы сделали проверяем нет еще надо урезать то есть достаточно долго вот так вот так пробуем еще можно вырезать нет теперь наша задача вырезать звук теперь мы делаем так теперь мы закрываем на замочек видео открываем замочек звук и смотрим вот появляется линия значит вот эту вот часть вот эту часть звуковой дорожки давайте отгоним немножко вот так вот сюда еще чуть-чуть еще чуть-чуть и вот так вот мы ее вырежем и посмотрим что у нас получилось отлично теперь смотрите я открываю я делаю следующее я открываю вот этот замочек и хвостику видео я отрезаю он мне не нужен для того чтобы отрезать видео и звук вместе я просто их открыла вместе и вместе их отрезала вот таким образом а теперь у меня такое ощущение что вот эта вот часть немножко длинновато посмотрите все это начинающего блогера появилась вот она а потом долго 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 и потом только появляются инструменты поэтому вот эту часть я тоже немножко вырезаю то что ведь получилось 9 секунд хотелось бы покороче вот так вот еще инструменты не появляются вот так вот это было быстро ну-ка давайте посмотрим что у нас получилось да нормально но я бы еще чуть-чуть буквально пол секундочку урезала вот так вот вот так первых меня получается практически 7 секунд это хорошее время и я бы немножечко вот здесь вот отрезала вот этот кусочек вот так и так отлично все теперь моя задача такая я могу это сконвертировать то есть я выхожу сюда я довольна тем что у меня получилось я сохраняю это как сохранять мы с вами знаем мы переходим обязательно в пользовательские настройки проекта далее рекомендуемый режим mp4 fv и так далее но оптимальный вариант когда у вас mp4 стоит ок далее далее и теперь у нас безымянный я его пишу как заставка инструменты так что у меня много заставок чтобы я знала о чем идет речь готово сейчас у меня сконвертируется так как всего это 7 секунд то делается это все очень быстро давайте пока powerpoint закроем и вот появилась проект то что у меня получилось все отлично я сделала то что я считала необходимым сделать для заставки плейлиста я надеюсь что вы поняли что практически можно любую презентацию снять можно наложить звук заранее записал можно подогнать этот звук вот таким образом корректировать и подогнать этот звук под вашу презентацию и ваша презентация будет очень качественным еще один момент который я хотела вам показать посмотрите сейчас у меня если я зайду вот сюда проводник то вот в разделе документы контазия студия вот у меня заставка инструменты и вот появился у меня вот такой вот заставка инструменты mp4 что я здесь делаю я для того чтобы не загружать больше эти заставки в контазию студию я открываю вот здесь библиотеку видите у меня здесь много заставок всевозможных интро и так далее здесь загружена импортирую эту заставку сюда давайте найдем документы контазия студия заставка инструменты и вот таким образом я ее загружаю сюда вот посмотрите вот она появилась заставка инструменты то есть в следующий раз когда я буду снимать видео для этого плейлиста я просто эту заставку буду устанавливать перед тем видео которое сниму то есть эту работу я делала всего один раз я надеюсь что все понятно если что-то непонятно пишите в комментариях я дополнительно сделаю видео всего доброго с вами была смирнова Ирина ирина